Работу коллекторов в Казахстане существенно ограничат. На пленарном заседании Мажелиса депутаты рассмотрели изменения и дополнения, внесенные Сенатом в проект закона о коллекторской деятельности. В частности, изменения сокращают периодичность личного контакта коллекторского агентства с должником с ежедневного до трех раз в неделю. Асхат Ниязов о законопроектах, которые сегодня одобрили депутаты. Спортсмен, певец, да хоть помощник машиниста. Без разницы, кто ты по профессии, но образование своих детей, а значит и будущего страны, волнует каждого казахстанца. Потому депутаты инициировали законопроект по вопросам изменений в образовательной накопительной системе. Этот механизм позволяет открывать депозиты в банках. Вознаграждение, которое достигает 7%, платит государство. Народные избранники предлагают расширить список финансовых институтов, в которых можно воспользоваться этой возможностью. На сегодня участниками государственно-образовательной накопительной системы являются 5 банков. Если учесть желание банков участвовать в данной системе, то вероятно, что их количество может достигнуть 10-15. Это увеличение количества банков-участников даст расширение доступа населения. Рассмотрели на сегодняшнем пленарном заседании и еще один социальный проект. Ратифицировали соглашение, по которому Казахстан займет у Международного банка реконструкции и развития 80 миллионов долларов на финансирование обязательного медицинского страхования. Депутаты документ хоть и ратифицировали, но отнеслись к нему настороженно. Все процедурные вопросы к закупкам требуют, практически все из них, вот они у меня отмечены, все требуют одобрения Всемирного банка. Не получится ли так, что фонд будет закупать товары преимущества иностранных производителей? Насколько мне лично известно из опыта работы во Всемирном банке, процедуры Всемирного банка, они не ущемляют отечественных производителей и более того, делают систему закупок более прозрачной и конкурентной. Рассмотрели депутаты и законопроект о коллекторской деятельности. Его отправила на доработку Верхняя палата парламента. Руководитель рабочей группы в Можилисе рассказала, что в принципе не против ограничения количества встреч коллектора с заемщиком до трех раз в неделю. Тем более, что этим законом депутаты как раз и хотели максимально защитить в первую очередь заемщиков. Более того, ну и последнее. Сегодня депутаты приняли в работу законопроект о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Как будут защищать несовершеннолетних и о какой такой информации идет речь, подробнее мы еще расскажем. Асхат Нязов, Санжар Жартиев и Анвар Тауикелов. Итоги дня.